добрый день дорогие друзья сейчас мы с вами поговорим о следующем инструменте который помогает работать командой и создавать образовательные игры scratch или любые другие какие-то проекты мультфильмы игры и этот инструмент называется рюкзак scratch рюкзак scratch работает только на сайте когда мы зарегистрированы на сайте кстати предыдущем видео в котором мы рассматривали ремиксы тоже я не сказала но надеюсь все догадались что все это будет работать только при условии если мы вошли на сайт и ввели свои регистрационные данные то есть тогда когда мы зарегистрированы если пользователь на сайте не зарегистрирован не ремиксами мы не сможем воспользоваться не рюкзаком не даже создать копию своего проекта эти все функции будут недоступны но что перейдем на сайт scratch и на примере рассмотрим как здорово пользоваться рюкзаком вот я уже открыла проект тот самый который я сделал в качестве ремикса я могу с ним делать все что захочу но сейчас я хочу воспользоваться теми частями кода которые здесь созданы и для этого как я уже сказала мы должны быть зарегистрированы на сайте и должны войти под своими именем и паролем и тогда у нас внизу появится инструмент под названием рюкзак и в версии scratch 2.0 и в версии scratch 3.0 рюкзак был внизу и по нему достаточно было кликнуть мышкой вот так и он открывается либо еще раз если кликнуть закрывается первоначально рюкзак пуст но и для того чтобы все было по-честному я сейчас сразу начну с того что удалим все лишнее это действительно лишнее просто я нажимаю правую кнопочку мыши и выбираю пункт удалить здесь другого по моему и нет вот начале написано рюкзак пуст дальше если я хочу чтобы что-то попало в рюкзак например я хочу весь спрайт и все его костюмы и все его скрипты я просто беру и затаскиваю в рюкзак целый спрайт вот он загрузился теперь для того чтобы было немного интереснее я посмотрю есть ли у нас что-нибудь какой-нибудь скрипт у сцены нет никакого скрипта но к примеру я хочу где-то еще использовать этот фон я могу взять и стащить сюда фон в рюкзак аналогично если я выберу спрайт то я могу стащить пример вот мне нравится этот костюм и возможно этот костюм не из библиотеки scratch а кто-то его нарисовал или обработал и мне хочется им воспользоваться берем и стаскиваем и вот в моем рюкзаке костюм здесь тоже кстати написано костюм хотя это фон но по существу это одно и то же спрайт но и посмотрим мы можем также фрагменты кода перетаскивать к примеру я не хочу весь скрипт а хочу какую-то его часть или один из скриптов я его беру а вот ну раз уж я сказала часть да я могу вот весь кусочек а могу оторвать кусочек и вот так вот взять и перетащить тоже в рюкзак и вот я вижу скрипт теперь вот эти все маленькие фрагменты я могу использовать любом другом проекте но сейчас чтобы ничего не ломалось я вот так все таки все верно и я могу создать пример новый проект и теперь в этот проект разместить все собранные из чужого проекта элементы ну или те которые мне нужны разумеется и так я тащу спрайт и видите спрайт у меня со скриптами если у меня был скрипт соответственно я могу перетащить скрипт вот этот скрипт который был в рюкзаке если я хочу костюм и опять же я открываю ну например у этого спрайта у нас эти костюмы есть и я хочу вот этому спрайту добавить вот этот костюм я выберу из корзины и раз и сюда точно также соответственно и фон сцены который тоже по существу является почти тем же самым что и костюм вот так просто можно пользоваться рюкзаком и думаю что каждый уже понял что когда мы работаем в команде это пожалуй самый удобный инструмент с помощью которого мы можем например распределить работы следующим образом один рисует костюмы и мы смотрим как это выглядит на сцене возможно эти костюмы собираются в одном спрайте возможно добавляется какой-то простейший скрипт который анимирует смену костюмов и потом через рюкзак мы можем перетащить этот фрагмент или эти костюмы в свой проект или ну точнее это будет проект который коллективный кстати то же самое я сейчас работала со своим проектом можно делать с любым чужим проектом давайте для чистоты эксперимента перейдем откроем какой-нибудь проект чужой ну вот к примеру у меня есть студия где размещены открытки разные и авторы здесь другие я могу войти внутрь любого проекта и к примеру мне нравится сейчас посмотрим что мне нравится в принципе мне нравится весь этот спрайт он такой симпатичный и возможно он тоже кем-то другим нарисован я беру из чужого проекта перетаскиваю к себе в рюкзак этот спрайт тут есть правда один нюанс возможно кто-то почувствовал что мы в каком-то смысле когда используем рюкзак и перетаскиваем объекты из других проектов чужих свой рюкзак а потом из рюкзака своего будем использовать в своем проекте мы в какой-то мере можем нарушить авторские права если мы не напишем в описании проекта что мы использовали спрайты к примеру которые разрабатывал тот-то и тот-то автор то есть это обязательно такое правило хорошего тона это культура здесь к сожалению этот процесс не автоматизируется и вот сейчас пока я говорю браузер работает не очень хорошо у меня очень долго идет загрузка но я надеюсь что она произойдет и мы в итоге все увидим я просто поставлю сейчас видео на паузу а потом покажу что да мы взяли этот спрайт вместе с его скриптом и потом сможем использовать его в своем проекте ну вот вы видите спрайт успешно загрузился и сейчас я могу вернуться к своему проекту вот к этому который у меня такой сборный получился и из рюкзака добавить вот этот спрайт вот вы заметили когда я выходила у меня были вопросы уходить или нет и все что я перетаскивала мячик там сцену фон сцены у меня не сохранилась если вдруг происходят такие сбои то мы всегда можем выбрать файл сохранить сейчас для того чтобы проект сохранился и мы смогли уже переходить к каким-то другим этапам работы ну и конечно же не надо забывать о том что вот такие именно проектов это не очень хорошо это неудобно непонятно о чем этот проект поэтому здесь я напишу к примеру что это у меня проект о рюкзаке но публиковать понятно я этот проект не буду потому что по существу здесь ничего такого нет пока я всего лишь показала как мы можем пользоваться рюкзаком и думаю что каждый понял что это очень эффективный инструмент и запомнил что если мы им пользуемся и берем какие-то фрагменты кода фон и костюмы спрайты у кого-то другого другого автора то в описании проекта вот здесь вот на странице проекта вот здесь примечание благодарности очень хорошо если напишем кого мы благодарим и ссылаться на такого человека надо вот с использованием специального символа сейчас я найду снова тот проект который я использовала вот мой автор я беру и вот так вот пишу к примеру вот так благодарю за костюмы к примеру когда мы это все сохраним у нас будет автор видеть во всяком случае те кто будет смотреть этот проект будут видеть кто является его автором кто работал над этим же проектом благодарю за внимание и интерес желаю творческих успехов и до новых встреч и и и и и и